Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и анализируем итоги прошлой торговой сессии, потому что сейчас делать это непременно нужно, учитывая ту безумную динамику, которую показывают все, без исключения финансовые активы. Мы ориентировались на то, что по причине празднования Нового года в Китае, по причине довольно-таки скудного экономического календаря, у нас не будет серьезной волатильности, серьезных макроэкономических поводов, ну и той безумной динамики, которую мы сейчас видим. Но по факту волатильность зашкаливает. Я думаю, на какой бы мы сейчас актив не обратили внимание, действительно страшные движения, и прежде чем принимать какие-то решения о трейдинге, сейчас нужно миллион раз подумать. Рынок Форекс – это только один сегмент, скажем, финансовых площадок. Вы посмотрите, что происходит в рамках фондовой секции. И тот же самый европейский фондовый рынок вчера закрылся на минимальных уровнях за последние месяцев 14-15. И кто-то поговаривает даже уже, что мы как раз наблюдаем начало нового тренда мировых фондовых рынков. И этот тренд будет указывать, разумеется, на возможность еще более глубокой коррекции. Обо всем давайте поговорим подробнее. Начнем мы сегодня традиционно с динамики нефти и того, как этот актив отыграл вчерашнюю торговую сессию. Присутствует мнение даже на рынке сейчас, что именно коррекция нефти, которую мы наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии, является на текущий момент ключевым фактором, который снова подрывает настроение, провоцирует страх и опасения и заставляет трейдеров уходить в защитные активы, напрочь не принимая такой подход, как инвестирование в рисковые инструменты. Я считаю то, что, быть может, это действительно аппаратно, потому что мы за последний месяц точно убедились в том, что корреляция между динамикой нефти и фондовых активов на, наверное, самом высоком уровне за последние много месяцев, а может быть даже несколько лет. И эти активы действуют в связке. Что касается нефти, вчерашняя торговая сессия, даже если закрыть глаза на динамику коррекционную, была очень интересна на новостные поводы. Потому что мы видели разгрузку нефти, начали искать, конечно же, факторы, которые этому способствовали. Но прежде чем перейти к актуальному на мостному фону, я хочу вам напомнить то, что и до этого у нас достаточно было аргументов, которые свидетельствовали и, мягко говоря, сигнализировали о том, что нефть вряд ли может продолжить восходящий ралли, потому что оснований для этого нет. Поэтому в ходе последних брифингов я делал неоднократный акцент на то, что нужно, разумеется, с большей вероятностью рассматривать возможность для снижения и продаж этого рыночного инструмента. Мы делали ставку на объемы нефти вообще в рамках и мировой экономики, на объемы запасов США, производства, перепроизводства. И тогда уже пришли к выводу о том, что этот фактор, он является определяющим для динамики нефти. В частности, вы знаете то, что запасы в США превысили 500 миллионов баррелей. Это исторический максимум в Кушинге. В частности, главный энергетический хаб емкости, если мне не изменяет память, около 75 миллионов баррелей. Постепенно мы подбираемся к этим максимальным уровням. Точнее, конечно же, подбираются Соединенные Штаты Америки. И я хочу сказать то, что если загруженность превысит 90-92%, то это обязательно скажется на прочих энергетических хабах, которые буквально рассосредоточены по всей территории Соединенных Штатов Америки. И после этого мы снова будем делать ставку на факт избыточного предложения, потому что понимаем, по мере приближения весенних месяцев, и уж тем более лета, у нас будут еще и сезонные факторы поддержки, потому что спрос будет снижаться. Объемы, соответственно, предложения увеличиваются, и в целом это будет оказывать еще большее давление на нефть. Другой интересный фон у нас по-прежнему связан с ОПЕК, потому что мы следим за тем, как развиваются вообще спекуляции на тему возможного внеочередного заседания. Помним то, что в последние две недели активно рынок пытались поддержать, конечно же, комментарии сначала министра энергетики России Новака, потом Лаврова о том, что заседание обязательно состоится, и там будет обсуждаться возможность солидарного решения, направленного на повышение цен на энергоресурс, а точнее даже стабилизацию ситуации, которая характерна для рынка черного золота. Пока какой-то дополнительной конкретики нет, но я предлагаю вам поискать эту конкретику и поискать ее в международном макроэкономическом фоне и тех событий, которые произошли. Думаю, вы знаете то, что совсем недавно состоялась встреча Саудовской Аравии и Венесуэлы. Вроде бы как ничего существенного, тем более ничего существенного, поскольку никаких прорывных решений не последовало, тем более, что если бы о чем-то договорились в плане снижения объема производства, нефть бы, конечно же, уже давно отреагировала ростом. Но мы видим то, что нефть, напротив, снижается. Разумеется, никаких солидарных позиций согласованных не было. Но в этом заседании я вижу сакральный смысл, который заключается в том, что Саудовская Аравия не поддержала идею сокращения объемов производства. Теперь плавно возвращаемся к позиции всего ближневосточного картеля, где Саудовская Аравия является ключевым звеном. И если в ходе прошедшей встречи она не выступила, Саудовская Аравия, в пользу того, чтобы повлиять на актуальные цены на энергоэсурсы, я хочу сказать то, что и вне очередного заседания, скорее всего, уже точно не будет. Потому что она не следует делам за словом. То есть не заинтересованы в том, чтобы это заседание произошло, не заинтересованы в том, чтобы снижать объемы производства, поскольку для нее по-прежнему доминирующей идеей остается сохранение собственной доли, а по возможности даже ее увеличения. Другими словами, Саудовская Аравия, от которой мы и должны отталкиваться, пытаясь определить возможные перспективы и потенциальные возможности для роста нефти, плевать на актуальные низкие цены. То есть помните последний комментарий, на который мы обращали внимание, это комментарии, которые, может быть, случайным образом появились в средствах массовой информации около месяца назад, то, что Саудовская Аравия может легко выдержать цены в 10 долларов за баррель. И все будет неплохо, даже с учетом столь низких возможных цен. Другими словами, ориентируемся на то, что ситуация в целом не меняется. Спекулятивный фон, как мы и предполагали, не оказал благосрочного влияния на нефть. Сейчас участники рынка убеждаются в том, что предпосылок и возможности для роста этого актива и бренда WTI нет. Значит, мы планомерно снова снижаемся в районе 30 долларов за баррель, за которым за этой поддержкой последуют уже другие низкие планки ценового характера. Это минимальные уровни за много лет в районе 25 долларов за баррель. И в качестве, скажем, дополнительной поддержки этой идеи коррекционного характера по нефти, я хочу обратить ваше внимание на новую статистику, обновленную статистику, которая свидетельствует о спросе на энергоресурсы вот за последнее время. В частности, на текущий момент спрос в Соединенных Штатах Америки снизился на 3,9%. За прошлый месяц в Китае спрос на нефть снизился на 0,8%. И вчерашний комментарий еще посла Ирана в России о том, что Иран после снятия финансово-экономических санкций, мы знаем, будет увеличивать объем производства. В принципе, представитель Ирана подтвердил эту позицию и отметил, что нельзя рассматривать, скажем, возможность расширения собственной доли без, как минимум, сохранения прежних объемов производства. То есть, мы понимаем, что объемы сокращать не будет и Иран. Вот вам еще один фактор, который указывает на то, что бренд нужно распродавать. Что касается идей, я предлагал вам воспользоваться, опять же, такой локальной проторговкой нефти, последить за динамикой и дождаться, как минимум, уровня 32 доллара за баррель. Вот как только мы доберемся до этого рубежа, тогда можно будет уже снова распродавать нефть. И ориентироваться, как я уже отметил, на более низкие и глубокие ценовые значения 25 долларов за баррель. Пока туда и будем ориентироваться. Российская валюта против доллара 78.20. Здесь все планомерно идем в район ближайшего сопротивления 80, поскольку уверен то, что и сегодня негативный подтекст сохранится для нефти. То есть, мы действительно можем оказаться с текущих актуальных котировок 32.95 в районе 32.00, может быть, даже еще ниже сходить, потому что волатильность для этого актива очень большая. Значит, рубль при таком сценарии легко окажется выше сопротивления 80.00, и это сопротивление станет поддержкой. У нас по-прежнему ближайшее ценовое значение 80.00. Как только до него доберемся, для среднесрочных трейдеров я снова предлагаю замахиваться на весьма вызывающую амбициозную цель, но, к сожалению, эта цель, которая соответствует текущим экономическим реалям, это 85 против доллара. Пока туда и идем. Далее, европейская валюта против доллара. Здесь стоит отметить то, что евро замечательно, первоклассно справилась с задачей ввода участников рынка и трейдеров в заблуждение, потому что вчера большую часть торговой сессии мы видели, как европейская валюта проседала, в частности, минимальный уровень 1.10.85. Я уже поверил то, что вот пошел тот самый откат, который вернет позиции пары евро-доллар сначала на уровень 1.10, а потом уже в игру вступим мы, потому что там значится наш отложенный ордер. Но потом ситуация изменилась, вы знаете то, что после достижения этого локального минимума европейская валюта снова стала пользоваться колоссальным спросом и локальный хай 1.12.15. Поэтому риски, на которые я обратил ваше внимание еще в ходе прошлого брифинга, то есть лучше подержаться сейчас в сторонке от трейдинга по главному валютному риску и сохранить такую выжидательную позицию до тех пор, пока мы точно не убедимся, что на рынке больше не присутствует маркет-мейкер, они насытились тем профитом, который сейчас выдавливают из трейдеров через такой колоссальный рост. Ну и конечно же тогда, когда на рынке не будет панических настроений и провокатором сейчас для этих панических настроений выступает как раз не Китай, а нефть. И мы видим то, что этот актив снижается. То есть, напоминаю, есть какая логика. Если снижается нефть, по принципу цепной реакции тащится с собой фондовую секцию, падение фондового рынка заставляет трейдеров перетаскивать активы в защитные инструменты, к которым относятся американские традиционные классические защитные инструменты, это облигации. Мы сейчас видим то, что доходность находится на крайне низких значениях, на многомесячных минимумах. Что касается европейской валюты, тогда, когда евро проседало, признаюсь, было несколько факторов. Вот, в частности, большую часть прошлой торговой сессии. Во-первых, это резонирующий эффект от публикации сильных данных по американскому рынку труда, потому что вы знаете, что уровень безработицы снизился, заработные платы подросли. И мы стали проецировать факт роста заработных плат на будущую активность в потребительском секторе, на возможный рост индекса потребительских цен и снова изменение риторики коммунитарного руководства ФРС на жесткий подтекст. Другим фактором выступала поддержка со стороны деятельности, а точнее даже со стороны спроса на хеджевые операции через распродажи евро-доллара. Но это было актуально тогда, когда Европа росла. Но, к сожалению, к закрытию дня от роста ничего не осталось, и европейский фондовый рынок закрылся на 15-месячном минимуме. Поэтому этот фактор также очень быстро, скажем, исчерпал весь свой потенциал и сошел с рынка. Ну и третий момент, который локально оказывал, был негативным для европейской валюты, стали ожидания слабых данных по макроэкономическому характеру европейского происхождения. На этой неделе у нас темпы экономического роста Германии и еврозоны, поскольку мы наблюдаем в последнее время тенденции существенного спада потребительской активности, настроений. То же самое характерно для настроений бизнес-элиты через отчеты ИФА из Ю. Мы видим, как проседает промышленный сектор, поэтому ожидания, конечно же, мрачные по темпам экономического роста. Я считаю то, что первый квартал, как я отмечал в ходе вчерашнего вебинара, еврозона вряд ли закроет с приростом выше на целых 0,2%. А та вызывающая цель, которая сейчас присутствует в рамках валютного блока, расширение экономики на 1,7%, это вообще, это, скажем, та цель, которую реализовать, ну уж точно, никак не удастся, особенно на фоне тех исков, которые связаны и идут со стороны спада развивающихся площадок. Сегодня довольно-таки интересная торговая сессия, во-первых, потому что может продолжить снижаться нефть. Если это произойдет, значит, евро снова начнет, скажем, отстаивать свои лидерские позиции, и мы увидим еще более высокие ценовые значения. Актуальная актировка 1.12.03. Хорошо, что мы, конечно же, находимся сейчас вне рынка, потому что допускают, что локальный прострел может быть даже еще выше, например, в район 1.15. Если вы послушали, скажем, меня в плане того, что нужно сейчас обращать внимание еще на рыночные настроения и взглянули на тот индикатив, который доступен вам в личном кабинете, то есть индикатор рыночных настроений Кайман, вы наверняка заметили то, что даже по текущий момент индикатор сигнализирует о том, что сейчас большинство трейдеров продают этот актив. А продажи большинством – это как раз очень неплохой сигнал для того, чтобы лучше быть в составе меньшинства и покупать, то есть не идти на поводу всеобщего заблуждения. Если этот сигнал себя отработает, я думаю, что пара евро-доллар действительно может рвануть даже в район 1.15. Это для тех трейдеров, которые хотят сейчас заскочить в сделку по евро-доллару и также видят возможности для роста. Но для тех, кто связал себя с фундаментом, для тех, кто по-прежнему ждет дополнительной решимости со стороны Европейского Центрального Банка, хотят заработать на евро-долларе, но никак не на обоснованном росте, а на более оправданной фундаментальной коррекции, ждем значения 1.10. Я, собственно, присоединяюсь к такой категории трейдеров, потому что возвращение пары евро-доллар к этому рубежу будет сигналом того, что евро, скорее всего, пойдет ниже к нашей среднесрочной цели, которая значится в районе 1.05. Сегодня из отчетов, как я уже отметил, в 10.00 по московскому времени у нас будет промпроизводство и еще состояние торгового баланса в Германии. Особую ставку предлагаю сделать на экспорт, потому что он будет хорошим свидетельством того, насколько сейчас экономика в Германии дисконтирует риски от всеобщего глобального экономического спада. Полагаю, что экспорт с вероятностью в 90% по Германии просядет и, быть может, это станет дополнительным негативным фактором, который мы запомним, но который вряд ли станет локальным, скажем, обстоятельством для разгрузки евро. Потому что сейчас допускаю, что трейдеры игнорируют макроэкономические отсчеты европейского происхождения, ну, потому что это не такая уж и сильная статистика. Ну, и, во-вторых, сейчас балом правит именно рыночное настроение. И как только все-таки трейдеры вернутся к оценке фундамента, тогда мы и увидим снижение европейского актива против доллара. Далее идем. Фунт против американца. У нас был опозженный ордил селл-стоп с значением 1.4490, тейк-профит 1.43, стоп-лосс 1.4550. Мы сейчас находимся в профите, ждем все-таки реализации и закрытия этого ордера по нашим профитным ожиданиям 1.43. Считаю то, что потенциал для коррекции у фунта еще сохраняется. По итогам вчерашней торговой сессии фунт продолжил оставаться под давлением. Полагаю, что все-таки давление на него наказывает еще и сильная статистика американского происхождения, которая создает локальные возможности для роста доллара. Но сейчас, конечно же, доллару трудновато, потому что мы видим то, что за долларом еще стоят американские облигации, а приток средств туда на фоне панических настроений провоцирует ослабление американской валюты. В общем, здесь он, конечно же, заложник такого защитного статуса, который характерен для национальных трежерис. Но в целом мы понимаем то, что статистика-то на самом деле неплохая, и как только настроение, опять же, изменится, мы вернемся к этой статистике и поймем то, что она может стать причиной, вследствие которого ФРС начнет постепенно сменять, опять же, риторику с более мягкой на жесткую и, может быть, просигнализирует хотя бы в марте нам о том, что в этом году стоит ожидать неоднократное повышение процентной ставки. Поэтому, если отталкиваться от пятничных данных по Non-Farm Perils, да, это локальная поддержка для доллара и, разумеется, слабость для рисковых инструментов. Но все-таки ключевым фактором разгрузки позиции рисковых активов австралийца, новозеландца, вон фунта, стало просто бегство трейдеров из расположения этих инструментов в защиту. Хочу отметить то, что на текущий момент, и это действительно так, на рынке присутствует ожидание того, что евро находится вроде бы как на своих локальных максимумах, на которых она не должна была находиться, если бы не изменилась расстановка сил на рынке. Поэтому, если коррекция пойдет, она будет очень существенной, и в случае ослабления евро нужно, чтобы фунт ослабел еще быстрее, потому что евро, в случае опережающей слабости, получит конкурентное преимущество, точнее не евро, а национальные производители европейского происхождения. Поэтому возвращаемся к идее того, что, скорее всего, и британскому бизнесу сейчас нужно думать наперед, а регулятору Англии, опять же, поддерживать национальных производителей. Как это сделать? Нужно ослаблять курсы британца и отправить его опережающими темпами хотя бы в район 1 на 40. На этой неделе, точнее сегодня у нас даже данные по торговому балансу в 12.30 по московскому времени. Очень важный отчет, потому что вы знаете, что именно просадка экспорта в последние месяцы стала одной из причин слабости британца, потому что регулятор даже стал допускать возможность не ужесточения монетарной политики, а может быть даже смягчения ее. Если мы и сегодня увидим то, что показатель никак не может выбраться из стагнирующего состояния, то есть более низкие цифры как по отношению к прогнозу, так и по отношению к прошлому релизу, значит фунт сохранится в понижательной ралли, а в конце недели у нас еще отчет по ОВП, который может только усилить это давление. Сейчас трейдеры вообще не обращают внимания на рисковые инструменты. Вот поддержкой пользуется только евро, но вы знаете то, что эта поддержка связана только с тем, что евро это классический валютный актив, который используется в качестве инструмента фондирования и финансирования из-за крайне низких процентных ставок. Поэтому только это дает сейчас право быкам по европейскому валютному активу лидировать, доминировать на рынке, ну и соответственно теснить позиции всех других конкурентов. Но продлится ли это долго, это большой вопрос. Пока следим за рынком, держим наши отложенные ордеры на прежних значениях и готовимся в случае чего вступить в игру. Доллар японская иена. Здесь крайне уже низкие значения, актуальные котировки 114.77. Помните то, что есть такое понятие, как коридор Курады, который предполагал то, что пара USD-йена вряд ли просядет ниже уровня 115. А если и просядет, то это будет лишь как косочное снижение. Если это так, то сегодня USD-йена должна все-таки оклематься и выбраться выше этого рубежа. Потому что если снижение продолжится, дальше будут еще более глубокие значения. Хорошо, что мы также вне игры ждем уровня 120, потому что убыток был бы уже весьма солидным. И, конечно же, таких убытков лучше не допускать. Мы верим в то, что доллар все-таки возобновит свой рост. Но прежде чем это произойдет, нужно понять, как я уже отметил в начале этого брифинга, что на рынке больше не присутствуют маркетмейкеры. Оставили наши старые идеи, да и, в принципе, весь рынок в покое. И на рынке больше уже перевес позитивного настроя, который позволяет ориентироваться на классический фундамент. Пока этого не происходит, и я допускаю возможность еще большего снижения USD-йена. Но наша идея остается на прежнем уровне. Buy Stop с значением 120, Take Profit 125, Stop Loss, вы знаете, 118.50. Дополнительно хочу отметить еще пару USD-свисей, потому что после того, как швейцарец снова стал пользоваться спросом из-за ухода трейдеров в защитные активы, председатель Национального банка Швейцарии Джордан в очередной раз выступил с заявлением о том, что франк очень переоценен, точнее, ну это действительно так, и логично ожидать его ослабления. Но без поддержки и без каких-то дополнительных решений со стороны Швейцарии мы не увидим слабости франка. Для того, чтобы эта поддержка пришла, нужно, конечно же, заявить о реальных валютных интервенциях. Я думаю, что это одно из последних предупреждений Джордана, которые сигнализируют о том, что трейдеры, которые до сих пор верят в то, что франк будет расти против доллара, еще раз осмыслили свою позицию и осознали то, что если интервенции будут анонсированы, ослабление франка будет очень существенным. Мы покупаем пару USD-свесей, ждем закрепления выше паритета и ближайшей цели, которая значится в районе 1.03. USD-карта. Здесь сейчас полностью уже переключаемся на рынок энергоресурсов, потому что видим то, что нефть снижается, и поскольку прочий фон и фундамент сейчас по канадцу отсутствует, ничего интересного нет, понимаем то, что именно нефть будет определяющим активом и триггером для пары USD-карта. Вчера мы видели, как USD-карта немного набрал, в частности, актуальная котировка 1.39.40, полагая то, что при сохранении негативного тренда по нефти мы сможем уже до конца этой недели снова оказаться выше уровня 1.40. Это наша ближайшая цель, за которой непременно после этого последует уровень и 1.50, точнее 1.45. Так, быть может у нас возникли технические трудности, прошу прощения. Но, в целом, для тех, кто не в прямом эфире, продолжим. USD-свис у нас по-прежнему остается, точнее USD-карта, уровень 1.40, за которым последует потом непременно значение 1.45. Из важных отчетов сегодняшнего дня, как я уже отмечал, у нас промпроизводство и торговый баланс. Сначала Германия в 10.00 по московскому времени, а потом в 12.30 торговый баланс Англии. От обоих отчетов жду исключительной слабости и, соответственно, возможного фундаментального давления на позиции тех активов, которые стоят за регионами, по которым выходит эта статистика. Собственно, на этом все. Хорошей вам торговой сессии. Если есть вопросы, вы знаете, их можно задавать на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Amarket. С радостью на них отвечу. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...